Экологически чистый район, развитая инфраструктура, жилой комплекс европейского уровня Перловская Ривьера, квартиры в рассрочку без первого взноса. В московской хоральной синагоге прошла презентация нового словаря языка джуури, выпущенного фондом СТМЕГИ. Мероприятие было приурочено к дню рождения Сергея Вайнштейна, исполнительного вице-президента фонда, скончавшегося в прошлом году. Также на мероприятие были объявлены итоги творческого конкурса памяти Сергея Вайнштейна, объявленного президентом фонда Германом Захарьяевым ровно год назад. Говоря о словаре, его автор, известный исследователь языка джуури Мардахай Нафталиев, работал над ним более 15 лет. За это время ему удалось истолковать и перевести на русский язык более 14 тысяч слов на джуури. В этом непростом деле ему помогала научный редактор Евгения Назарова. Самым трудным, наверное, было понять те тонкие значения того или иного слова, потому что я не являюсь глубоким знатоком языка, я исследователь. Понимаете, говорят иногда, вот Мещенинов был такой языковед, чтобы быть их теологом, совсем не обязательно быть рыбой. Но я на самом деле и рыба, и их теолог, но не такого глубокого, как вам сказать, полета, как Мардахай Нафталиев, составитель этого словаря. Поэтому я ведь в основном, основная моя работа состояла в чем, как научного редактора? Чтобы был адекватный перевод родного слова на русский, и чтобы понятие русских значений, а он же привел многозначность, многозначность слова отражалась, его синтаксис, его словосочетание. Я должна была, как лингвист, с одной стороны, проследить за адекватностью перевода, с одной стороны, и за правильным толкованием на русском языке оттенков значения в джури. Поздравить Мардахая Нафталиева с выходом в свет нового словаря пришли раввины, научные и общественные деятели не только из России, но и из Израиля и США, а также родные и близкие автора. На презентации собрались те, кому не безразлична судьба горско-еврейского народа. Мардахай Нафталиев поделился своими планами на будущее. Он отметил, что сейчас идет работа над русско-еврейским словарем. В будущем он планирует издать книгу для детей на пяти языках – на еврите, английском, русском, французском и, конечно же, на языке горских евреев. Благотворительный фонд СТМЕГИ всегда поддерживает подобные проекты. Ведь одной из приоритетных задач организации стоит сохранение языка джури. Обратный книг, обратный перевод у меня почти на 9-9 готова. Благодарю за помощь визиту фонда и подпечатку. Особо хочу вам благодарить Евгению Назарову, который все дела, издательские дела для меня. Я могу сказать, что эти дела я не мог бы провести до конца без подписки, помощи Назарову. Спасибо. Дай Бог, чтобы Мардахай Нафталиев все, что задумал для нашего языка, для его передания следующим нашим поколениям, чтобы это все у него получилось. А мы и наш фонд будем стараться помочь в этом деле и стараемся и делаем это, что от нас зависит. На презентации присутствовали представители молодого поколения горских евреев. Для них новый словарь – это кладезь знаний. Он приоткрывает еще одну дверцу в мир предков. Например, «дотхон». Я не знаю, что это за слово. Перевод. Первое понятие. Тот, кто требует правосудия, справедливости, истец. Если честно, вот до того, как я сейчас, ты меня попросил открыть эту книгу, я даже не знал, что есть такое понятие в нашем языке. И через 100 лет, и через 200 лет при минимальном количестве носителей нашего языка все равно это пособие будет, надеюсь, будет на столе нашего каждого соотечественника. Мардахай Нафталиев надеется, что новый еврейско-русский словарь станет проводником между несколькими поколениями, и его многолетние труды не пропадут даром и дадут свои плоды в будущем. Нам действительно было важно, чтобы это было на высоком уровне. Это флагманский проект, и не из дешевых, но то, что действительно, это вещь, которая останется на поколении. Это то, что говорил Герман Нафталиев при первой встрече с Мардахаем Нафталиевым, что этот проект мы должны сделать, мы должны его завести до конца, любой ценой. И мы это сделали с Божьей помощью. Это очень большой вклад в наше общество. Это показатель того, что наш язык будет в будущем процветать и жить с поколением в поколение. Презентация еврейско-русского словаря была приурочена к финалу творческого конкурса на премию Сергея Вайнштейна, который стартовал год назад. За это время в редакцию медиагруппы СТМЕГИ пришло 18 творческих работ по трем номинациям. На мероприятие огласили имена победителей. Лауреатом в номинации «Лучшая журналистская работа» стал Монахим Хананаев, СССР по дорогам войны по следам отца. В номинации «Лучшее научное исследование» одержал победу Шалум Мегиров со своим трудом «Введение в родословие». Номинация «Лучшее фото» досталась Семену Шалмееву. Он прислал работу под названием «Обретая духовность». Жюри было непросто определить победителей. Работа была непростая, потому что участники стоили один другого. Но тем не менее мы отобрали, я надеюсь, самые достойные во всех трех номинациях. Лучшая журналистская работа, лучшее научное исследование и лучшее фото. Я поздравляю лауреатов и приглашаю всех принять участие в следующем конкурсе. То есть это был первый конкурс имени Сергея Ивановича Вайнштейна. И следом будет объявлен следующий. Сергей Вайнштейн сделал очень много для фонда Стмеги и для всей общины горских евреев. Премия – это дань памяти и благодарность дорогому человеку. Он уставил у Истоков Стмеги. Он очень много сделал для развития. И то, что он делал в Азербайджане, то, что он проводил эти симпозиумы. И вот это все осталось в сердцах, в душах. И несмотря на то, что его рядом с нами нету, мы его помним, чтим. И вот эта премия увековечит его жизнь. В скором времени фонд Стмеги объявит новый конкурс имени Сергея Ивановича Вайнштейна, в котором каждый сможет принять участие и проявить себя. Субтитры создавал DimaTorzok